Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Вы знаете, это очень сложно. Врач никогда не рекомендует сделать аборт. Но выбор все равно должна сделать сама девочка, сама пациентка. Очень важную роль в этой ситуации играет ее взаимоотношение с родителями. И в семье на семейном совете решение должно быть принято. Врач, он только должен рекомендовать, должен просветить, должен объяснить, какие могут быть проблемы, какие могут быть осложнения после первого аборта. Но, соответственно, если пациентка приходит к выводу, что все-таки она решается на эту процедуру, рекомендовать ей, где ее сделать, и чтобы это было максимально безопасно для ее здоровья. А может быть абсолютно безопасный аборт? К сожалению, нет. То есть любой аборт несет за собой... Предположить, да, возможные осложнения в стопроцентном развитии событий никто не может. К сожалению, каждый организм индивидуален. У кого-то это все прошло без осложнений, а кто-то может сделать один аборт и, к сожалению, получить диагноз бесплодие на всю оставшуюся жизнь. Ну, у нас так принято, что вот за эту сферу и за решение девушки несет ответственность, как правило, сама девушка. Да, и, конечно, общество так или иначе давит на эту девушку, но все-таки, наверное, и половое, так скажем, воспитание, половая дисциплина и у юношей должна быть. Ну, безусловно, безусловно. И прежде всего, конечно, в этом должна играть роль семьи, да, то есть мальчик должен воспитываться родителями в том, что он мужчина, и он несет ответственность за свои поступки. И он должен, прежде чем что-то сделать, очень хорошо подумать с головой, какие последствия это может принести. Не только, ведь здесь, когда возникают вопросы вот этого характера, здесь задействованы сразу две семьи. Семья мальчика, семья девочки, не только они двое, их родители, даже бабушки, дедушки. Это ведь очень серьезная проблема. Конечно, конечно. Тем более, что это может быть приговор для всей последующей жизни, всей судьбы девушки. И неизвестно, если вы говорите, как это отразится, а в любом случае это негативно, аборт отражается. В любом случае негативно. Это всегда аборт, это всегда стресс. И психические, и психическая травма тоже. И психическая травма, и физиологический стресс для женского организма. Тогда давайте поговорим логически, как выйти, чтобы не было этих абортов, да. Если вы говорите, с 15-16 лет начинается у современной молодежи уже активная жизнь. Как предохраняться? Самые актуальные, самые сейчас прогрессивные методы какие? Ну, вообще, о контрацепции можно говорить очень долго. И эта информация как бы достаточно открыта. И каждый человек, каждая девушка, она должна прежде, в том числе и юноша, они должны прежде всего прийти на консультацию к врачу. То есть можно почитать в интернете, можно сейчас есть информационные всякие брошюры. Но, тем не менее, только врач может рекомендовать тот метод, который в данной ситуации данному человеку рекомендован, полезен. Ну, у всех методов контрацепции есть свои плюсы и свои минусы. Есть свои показания, свои противопоказания. На современном этапе, ну, пока что ничего нового, вот такого кардинального, не изобретено. Это остается также оральная контрацепция, остается барьерная контрацепция и внутриматочная контрацепция. То есть вот все эти позиции, они должны быть рассмотрены, потому что в любом возрасте они показаны, в любом возрасте они могут применяться. Но, соответственно, только врач может рекомендовать тот или иной способ контрацепции. Поэтому, прежде всего, конечно, нужно посетить специалиста. Не нужно этого бояться, не нужно думать о том, что я еще молодая, и на меня посмотрят косы. Ничего подобного. Любой врач, акушер-гинеколог, совершенно четко ответит на все поставленные вопросы. Существует даже прием. В женских консультациях существует именно специалист, который ведет прием по контрацепции. Ну, я думаю, что девушки-студентки, может быть, 19-20 лет, естественно, они задумываются об этом и серьезнее относятся к этим вещам. А, скажем, школьницы, те же самые, 8-9-классницы, получается, да? Да просто вот не доходят они до консультации. То есть случаются отношения гораздо раньше, чем вот такое ведь, наверное, тоже часто бывает. Бывает, да. Вот что и посоветовать им? Здесь, конечно, очень большую роль играет отношение в семье. То есть взаимоотношение девочки с мамой, взаимоотношение девочки с тетей, да, со своей. То есть не всегда, как бы, иногда маме сложно сказать, но существует там родная тетя, с которой ты более доверительное отношение имеешь. Всегда вопрос стоит только здесь о доверии. И в семье, когда ребенок уже рождается, не надо бояться этих вопросов. Когда он начинает уже задавать какие-то интересные вопросы, отличия мужчины от женщины, уже с этого момента родители должны быть готовы к тому, что через определенное время им нужно будет отвечать на вопросы контрацепции. И поэтому они должны воспитывать себя, не только своего ребенка, но и себя, в том, что это их святая обязанность довести до своего ребенка в определенный момент вопрос контрацепции. То есть это задача родителей не врать про капусту и про айса. Упаси Боже, упаси Боже. Про пистики, тычинки и так далее рассказывать прямо, честно. И таким образом есть большая возможность избежать всех нежелательных беременностей, которые настолько опасны. Что касается гормонов, я слышала, что гормональная контрацепция одна из самых эффективных и безопасных. Как вы считаете? Да, на самом деле сейчас, особенно для молодых женщин, рекомендуется гормональные препараты, в которых содержание гормонов очень низкое. И, соответственно, сейчас фармацевтическая промышленность, она на достаточно высоком уровне. Они хорошо очищены, хорошо упакованы. Поэтому на самом деле 98% у них эффективность в этих препаратах. Не нужно их бояться. Существуют определенные виды, которые подходят той или иной группе пациенток. И вот опять же при сборе анамнеза, при сопоставлении жалоб пациентки определенных, можно подобрать оральный контрацептив, который ее будет полностью устраивать. А есть такие мифы, что гормоны делают, например, полнят или вызывают головокружение и так далее, нарушение сна? Отрицательные побочные эффекты могут быть при приеме любого препарата. Своим пациенткам я все время говорю, что вы, когда будете, начинаете пить таблетки, вы, пожалуйста, возьмите инструкцию и прочитайте ее от начала до конца. Она достаточно объемная, достаточно толстая, мелким шрифтом, но, тем не менее, там прописано абсолютно все, все побочные эффекты, все симптомы, на которые нужно обращать внимание. И вы будете уже идеологически подкованы и будете знать, как все, что правильно делать. Но, тем не менее, существует определенное заболевание, при которых от гормонов следует воздержаться. Тогда она вот как раз-таки при этом консультировании сдаются определенные анализы и, соответственно, делаются возможные другие рекомендации другого метода. А самый оптимальный возраст для беременности какой? Ну, по современным медицинским представлениям, это начиная с 19-20 до 26 лет. То есть первые роды должны, в принципе, состояться до 26 лет. Вот. Потом существует такой небольшой промежуток времени, когда еще женщина не называется возрастной первородящей. Вот. И, к сожалению, уже существует в акушерстве такой диагноз, как предстоящие первые роды в, допустим, 30 лет. То есть это уже поздновато. Ну, вот сейчас такой, может быть, вопрос не совсем позитивный, но потом после этого вопроса мы перейдем на позитивное все. По поводу заболеваний, передающихся половым путем, и по поводу венерических заболеваний. Насколько вообще они сейчас актуальны? Это для нашей республики и для Казани? Очень актуальны, к сожалению. Нельзя сказать, что она актуальна как бы для Казани, не актуальна. Это общепопуляционная проблема. Поэтому именно контрацепция в этом плане тогда тоже играет, барьерная контрацепция играет роль. Потому что когда есть презерватив, то возможность попадания этих микроорганизмов от одного партнера к другому сводится на нет. И поэтому вот именно вопросы контрацепции, они рассматриваются еще и с этих позиций. Каково количество партнеров? Насколько долгая связь с одним партнером? То есть все это именно те пункты, на которые нужно ответить и, соответственно, рекомендовать определенный метод. А как на день рождения может сказаться заболевания? К сожалению, они все приводят к бесплодию, поскольку все они являются инфекциями. Это инфекционный фактор, это первый фактор, который ведет к трубно-перитониальному бесплодию. Это изменение в состоянии труб и изменение спаечный процесс, воспалительные заболевания. То есть бесплодие трубно-перитониального генеза, которое, в общем-то, очень трудно поддается лечению, потому что оно вызывает структурные изменения в женских половых органах. Ну и, соответственно, потом очень много проблем. Понятно. Я напоминаю нашим радиослушателям и телезрителям, что в прямом эфире программы «Разговор по чесноку» сегодня у нас в гостях врач-акушер-гинеколог Елена Куртасанова, и мы говорим о счастливой семье, о счастливых родителях и счастливом желанном малыше. Как осуществить эту мечту и что может помешать этой мечте? Мы уже говорили о том, что нежелательные аборты, нежелательные беременности, соответственно, аборты, нейрические заболевания, заболевания передающих половым путем. А сейчас вот хотелось бы все-таки поговорить о том, что насколько велик процент бесплодных людей и насколько велик процент пар, которые хотят детей, но не могут зачать ребенка. Насколько эта проблема актуальна для казани силы? Актуальна проблема в структуре гинекологической патологии, бесплодие. Оно, в общем-то, достаточно объемно занимает процент. И, соответственно, к счастью, сейчас есть очень много методов и очень много возможностей у врачей-акушер-гинекологов помогать пациенткам. Но, тем не менее, иногда проблема все-таки 1%. Это всегда во всех наших форумах звучит, что бесплодие невыясненной теологии, он все-таки существует. Но в основном это все-таки вот бесплодие трубно-пританиального генеза, оно на первой сейчас. Это вследствие как раз инфекции. Да, как раз инфекции, вследствие перенесенных абортов и перенесенных заболеваний, передающихся плавным путем. Потом есть эндокринологическое бесплодие, есть тоже. Есть мужское бесплодие, об этом тоже не надо забывать. Поэтому проблема стоит достаточно остро. Ну, сейчас возьмем такой идеальный вариант. Молодая пара, свадьба и планирование беременности. Они решили подойти очень серьезно к этому вопросу. Что нужно делать маме и папе? Проходить полностью обследование организма, проверять себя и так далее? Да, обязательно. Насколько полностью сложно сказать, нужно хотя бы начать с приема терапевта. Подумать, какие есть жалобы. Сдать общеклинические анализы. Посмотреть, какой гемоглобин. Посмотреть, нет ли там каких-то патологических, опять же, инфекций, передаваемых половым путем. Сонировать все очаги хронических инфекций, в том числе кариозные зубы. Это очень важно. Кариес тоже может влиять на здоровье? А как же? Это хроническая инфекция. И кариес, кариозные зубы являются одним из мощнейших факторов воспаления в организме. То есть ни в коем случае нельзя себе этого позволять. Просонировать, все залечить, посмотреть, что везде все хорошо. И тогда планировать беременность. Потому что зачастую, к сожалению, при этих заболеваниях они выявляются уже, когда девушка беременная, встает на учет женской консультации, пошла к врачу и выясняется, что у нее пила нефрит там или что-то. И все это нужно лечить. Лечить не хочется, потому что мы все знаем, что чем меньше мы пьем таблетки во время беременности, то есть мы вообще не должны никакие таблетки во время беременности пить. Соответственно, проблемы возникают. То есть до зачатия ребенка нужно полностью себя проверить? Клиническое обследование, да, нужно сначала посетить терапевта. Терапевт поговорит, выяснит, если есть какая-то узкая патология, то направит к специалисту. Специалист тоже проконсультирует. И все точки надыра оставлены должны быть до момента планирования беременности. И по современным представлениям супругам обоим рекомендуется пить фолиевую кислоту. Это кислота, фалаты, им сейчас очень большое внимание уделяется. Они профилактируют дефект нервной трубки плода, то есть очень хорошие препараты, которые сейчас рекомендуются к применению пари. Именно в плане переконцепционной подготовки. Переконцепционная подготовка – это подготовка к беременности. До зачатия пить фолиевую кислоту. Пить фолиевую кислоту. И быть абсолютно здоровым. А вот, кстати, когда происходит наконец это долгожданное зачатие, как меняется женщина, как меняется ее организм, к чему быть готовым ей и, соответственно, ее партнеру? Ну, организм женщины перестраивается абсолютно полностью. То есть вся жизнь девочки с момента ее рождения природой готовится именно к этому великому шагу, к этому великому действу. И поэтому, конечно, полностью происходит перестройка организма. Но надо всегда помнить, что беременность – это не болезнь. Что надо относиться к своему любимому человеку точно так же, как до этого. Конечно, уделять больше внимания. Конечно, потакать каким-то определенным маленьким прихотям. Но, тем не менее, жизнь не останавливается. Если беременность протекает хорошо, физиологически, то, в принципе, беременная женщина может себя ни в чем не ограничивать. Она может ходить на работу, может путешествовать, может заниматься спортом, в принципе, до определенных сроков беременности. Это, опять же, все будет регулировать ее лечащий врач, врач, который ведет ее беременность. Но самое основное, что она должна знать, это то, что до 12 недель она должна встать на учет женскую консультацию и, соответственно, ну, скажем так, познакомиться со своим врачом, который в дальнейшем будет направлять ее действия во время беременности. Вы сказали, что можно спокойно работать и так далее. Но, насколько я знаю, не каждая женщина имеет такую замечательную работу, без стрессов, спокойно, все прекрасно и так далее. Все-таки работа – это, как правило, стресс и, может быть, там, ненормированные рабочие деяния и так далее, и тому подобное. Инфекции какие-то, в том числе грипп, например, и так далее. Насколько женщина должна все-таки бережно относиться к себе? И в чем раньше, может быть, она не рисковала, но беременная женщина – это все-таки какой-то, может быть, особый случай? Конечно, она должна обращать внимание на того, кто там сидит, кашляет рядом, да, то есть носить маску. Сейчас существуют препараты, которые разрешены беременным. Это крахмал, который брызгается в нос и создает защитную пленку, да, и, соответственно, микроорганизмы не так активно проникают через слизистые, да. То есть, естественно, она должна хорошо питаться, она должна быть хорошо, тепло всегда по погоде одета, ни тепло, ни жарко, ни холодно. То есть она, естественно, должна к себе более бережно относиться. Но в плане стрессов природой придуман очень хороший механизм защиты женщины от вот этих вот вредных влияний внешней среды, скажем так. Расскажите, об этом очень интересно. Это называется прогестероновый блок, то есть у женщины вырабатывается гормон прогестерон, который делает ее более спокойной. Во время беременности? Во время беременности. И во время первых месяцев кормления грудью, там, до шести месяцев держится вот повышенный уровень этого прогестерона, который дает возможность женщине быть в более расслабленном состоянии. То есть беременная женщина, она спокойна, такая железобетонная, да, как раз... Мы к этому стремимся очень, да, и очень хотим, чтобы она тогда... Природой так задумана. Природой задуман механизм охраны, да. А просто вот я хотела сказать, что вот эти все анекдоты, мифы и так далее, как себя ведет беременная женщина, вдруг там захотелось малосольных огурчиков или клубнику посреди зимы и так далее. Ну, это все, конечно, бывает. Как папе реагировать с будущего? Папе реагировать. Ну, я думаю, надо любить, надо искать. Надо потакать. То есть 9 месяцев женщина работает и внутри, и снаружи? Нет, это она не 9 месяцев. У нас сейчас охраной материнства детства декретный отпуск выдается с 30 недель беременности, при двойне с 28. Поэтому то время, когда уже женщина имеет определенный животик, ее уже никто работать не заставляет. От чего в первую очередь зависит здоровье малыша? От того, как подготовилась пара к зачатию, от состояния женщины во время беременности, в том числе и от того, там, по погоде, не по погоде она одевалась, или там простудами она болела? К сожалению, все факторы имеют значение. Абсолютно все. Эти факторы имеют значение. А вот какой ключевой? Генетика, может быть, экология? Вот можно как-то выделить какой-то... Я бы не стала, потому что любой из этих факторов имеет значение, на самом деле. И генетические заболевания – это определенная такая проблема существующая. Если женщина переболела чем-то во время беременности, это уже другая проблема. Но, тем не менее, реализация этих проблем, этих заболеваний, она, естественно, может сказаться на ребенке. Поэтому здесь вот какой-то один фактор я бы не стала выделять. Все достаточно сложные, все достаточно проблематичные, если что-то идет не так. Поэтому и нужно наблюдение в женской консультации, постоянное присутствие, там не пропускать приемы, сдавать все анализы для того, чтобы минимализировать риски. Понятно. Ну вот женщина подходит постепенно к родам. Сейчас существует огромное количество вариантов – роды дома, в воде, еще какие-то, еще какие-то. Скажите, вот вы как профессионал, как специалист, какой бы посоветовали, какой самый лучший, самый идеальный? Вы знаете, я когда начинала работать и училась в ординатуре, нам профессор говорил в свое время, что если женщине нравится рожать на люстре, пусть она там и рожает. То есть это все очень индивидуально, и как бы вот роды – это такой процесс, когда действительно женщина испытывает боль, достаточно серьезные болевые ощущения. И у всех они разные, но, тем не менее, определенных рецептов здесь тоже нет. И, соответственно, все должно быть более физиологично. Вот чем ближе к природе, тем всегда это будет лучше. Конечно, существует отклонение от нормального течения родов, когда женщине действительно требуется помощь. Для этого существуют врачи-акушер-гинекологи, которые решают эти проблемы. Сейчас стало принято, что папа присутствует в природах. Как вы считаете, это хорошо для папы, для мамы, для малыша? Я считаю, что это хорошо. Если пара сознательно подошла к этому решению, сейчас существуют школы, при каждой практически женской консультации, существуют школы, когда подготавливают и папу, и маму, и супруги вместе присутствуют на этих занятиях. Они учатся вместе дышать, они учатся вместе приемом определенного массажа, который снижает болевые ощущения. Но и само по себе наличие родного, близкого человека рядом в этот достаточно экстремальный момент, конечно, несет положительный эмоциональный заряд. Кстати, может не только папа присутствовать. По федеральному закону может присутствовать тот, кого выберет сама пациентка. Мама, сестра, тетя, пожалуйста. Но многие женщины, особенно если это первые роды, первая беременность, очень боятся этого дня. Конечно, конечно. Скажите, вот к чему следует быть готовым девушке? Чего опасаться в первую очередь? Ну, я думаю, нужно быть готовым к тому, что роды – это физиологический процесс, и все мы знаем, что он сопровождается болевыми ощущениями, и что это нормально. Нужно готовить себя к тому, что я должна это вытерпеть и должна это пережить. Потому что мотивация, вот эта именно подготовка, она вот такая вот моральная подготовка пациентки, она очень большой процент успеха закладывает. Потому что если совершенно немотивированные пациентки, вот при первой схватке, уже все, я больше не могу, кесарево, наркоз, все, что хотите, конечно, успех будет меньше. Но есть очень мотивированные девочки, которые вот после всех вот этих вот курсов, которые прочитали литературу, которые подготовились к этому, ну, вот прям любо-дорого на них смотреть. И роды, естественно, они как бы у них совершенно по-другому протекают. То есть мотивация в этом, мотивация, это очень важная вещь. То есть желание девушки, наверное, папы тоже. Вот и поддержка, конечно, и все это в итоге и приводит к благополучному материнству. Конечно, бывают ситуации, когда, несмотря на все желание, несмотря на всю мотивацию, чисто медицинские возникают осложнения, проблемы, которые врачам-акширам приходится решать. Вот, но как бы в этой ситуации всегда есть рядом доктор, который вам поможет. И надо вот именно на это тоже надеяться. Быть уверенным в том, что ты получишь помощь. Я знаю, что в этом году, как и в прошлом году, наша республика Татарстан вышла на первое место по демографии в стране. Ну, положительный прирост. Положительный прирост у нас, наконец, есть. Скажите, вот вашу клинику к вам, как специалисту, как заведующее отделение, с какими вопросами в основном обращаются девушки, женщины, молодые пары? Ну, вы знаете, наше отделение, оно оказывает все виды гинекологической помощи. Если касается вот молодых пар, да, то это прежде всего, да, вот проблемы бесплодия, невынашивания, беременности. И, соответственно, что мы можем сделать, каким образом мы можем помочь. Наша клиника занимается оперативной гинекологией, то есть решает проблемы, допустим, те, которые могут приводить к бесплодию и к ненаступлению беременности оперативным путем. То есть, в принципе, в основном вот эти две проблемы. То есть бесплодия? Ну, любая гинекологическая патология у нас, в принципе, может быть прокурирована. Но вы сказали, на первом месте наиболее часто встречается бесплодие. Можно ли говорить о том, что сейчас бесплодие чаще встречается, чем это было, скажем, 10, 20, 30 лет назад? Мне как-то сложно ответить на этот вопрос, потому что я думаю, что нет. Наверное, все-таки... Просто вы понимаете, сейчас существуют очень тонкие методы обследования. То есть медицина не стоит на месте. И то, что раньше считалось нормой, сейчас уже считается не совсем нормой и наоборот. Поэтому сказать, что да, вот раньше было все хорошо, а сейчас все ужасно и плохо, я бы так не стала говорить. Сейчас просто есть, наверное, больше возможностей вылечить бесплодие. Проблема это все, и проблема более выявляемая. И доступность медицинской помощи сейчас, конечно, более высока, чем, допустим, даже в прошлом веке. То есть сейчас, собственно, если раньше пара, вот скажем, в моей молодости, в моем детстве не было абсолютно вот этих всех экстракорпорального обладоварения и так далее, и пары смирялись или брали ребенка из детского дома, то сейчас всегда есть надежда, и она до последнего, в общем-то, присутствует. Да, да, да. То есть если раньше были пациенты, у которых в анамнезе две внематочные беременности, это было приговором, то сейчас это совершенно четко. Эти пары идут на ЭКО, они получают полный скорость реабилитации после этих ситуаций и планируют экстракорпоральное обладоварение. Прекрасные результаты. И дети, рожденные в результате экстракорпорального обладоварения, абсолютно ничем не отличаются от... А вообще вот дети, рожденные обычным способом, дети, рожденные в результате кесарево сечения и экстракорпорально, как-то вот есть... Ну, вы знаете, это немножечко вопрос неонатологический, да, то есть специалистов, которые занимаются проблемами первого года жизни ребенка, но вообще, конечно, я всегда за естественное течение событий. Я считаю, что кесарево сечение должно выполняться только именно по показаниям, то есть когда существует какой-то риск угрозы ребенку, и сначала риск матери, да, то есть это очень важно, здоровью женщины. Если таких рисков нет, если нет совокупности относительных показаний и нет абсолютных показаний кесарево сечения, я все-таки считаю, что роды надо в любом случае пытаться провести через естественные родовые пути. Вот, потому что раз природа придумала женщине рожать самой, с болью, с муками, ну, для чего-то ей это было нужно. Ну, это самый важный день в жизни. Да, и я всегда тоже говорю своим пациенткам, несмотря на то, что мы все испытываем боль, переживаем, плачем, мы всегда вспоминаем об этом дне с особым благоговением. Каждая женщина. И я всегда считаю и говорю, что день рождения детей – это праздник мамы прежде всего, потому что мама, папа, конечно, тоже, папа тоже, безусловно. Это праздник родителей. И все мы, когда мы, мы все дети, мы все должны это помнить и благодарить своих родителей за то, что они дали нам жизнь и позволили наслаждаться всеми ее радостями. Это очень важно. Это очень важно. И вот возвращаюсь немножко к началу нашего разговора, что, собственно, вот эта вот ответственность, вот эта осознанность девочка должна уже понимать, ну, практически, вот, наверное, да, с подросткового возраста. С подросткового возраста. Да, и роль семьи, роль доверительных отношений здесь, конечно, играет очень большую роль, большое значение. Да, вот я уже говорила, что родители должны воспитывать сами себя в этом плане. Мне очень нравится притча, когда одного мудреца спросили особо королевской семьи, вот у нас родился ребенок, мы когда должны его воспитывать, чтобы начать воспитывать, чтобы он вырос достойным человеком? На что мудрец им ответил, вы опоздали на 9 месяцев. То есть воспитание начинается еще? Воспитание начинается еще, да, вот с этого момента подготовки, вот с этого момента планирования беременности. Видите, это изречение древнего философа, и насколько оно актуально сейчас. Да. А если мы вот сейчас, этот вот самый главный день в жизни каждой женщины, ну, и каждого ребенка, и каждого папы, наверное, пройдем... Вообще всей семьи. Всей семьи, да. В общем, на появление рождения нового существа, на свет нового человека. очень ходят страшные истории в интернете про послеродовую депрессию. Вот вы сказали, что работают гормоны так, что антистрессовый фактор срабатывает. Но я даже знакома с некоторыми женщинами. Кто-то начинает истерически там ремонт делать, у кого-то куча энергии и так далее. Это имеет место быть, опять-таки же, вследствие резкой гормональной перестройки организма. И в этот момент самое главное, чтобы, опять-таки же, женщина, молодая мама, не оставалась один на один со своими проблемами. То есть исторически, исторически, женщина никогда не жила, допустим, одна в двухкомнатной, однокомнатной или там какой-то квартире, да. Все время рядом были мамки, няньки, тетики, которые ей помогали. Она один на один не оставалась... Очень много ведь вопросов у молодой мамы, когда вот она получает своего долгожданного ребенка и сходит с ума, что в чем делать, да. И вот в этом отношении, когда рядом есть кто тебя успокоит, кто тебя элементарно накормит, элементарно даст поспать, кто-то возьмет на себя часть заботы о ребенке, это, конечно, дорогого стоит. Поэтому нужно обязательно планировать свою жизнь так, чтобы иметь возможность помочь своим детям вот в эти первые недели, их совершенно другого состояния, понимаете. Ведь жизнь совершенно кардинально меняется, как у женщины, так и у мужчины. И поэтому взрослые люди, они как бы должны это предвидеть и иметь возможность помочь. Тогда, конечно, процент этих депрессий и выход из них будет гораздо проще. А что касается кормления, вот сейчас огромное количество идет рекламы, всевозможных смесей, которые можно сдавать просто буквально с рождения. Компортинговые ходы, к сожалению, это все реклама, направленная на то, чтобы получать прибыль. Кроме грудного вскармливания, вернее, грудное вскармливание не заменит ничто. Это уникальный механизм, который придуман природой для того, чтобы ребенок был здоров, для того, чтобы у него нормально функционировал кишечник прежде всего. В кишечнике будет формироваться его будущий иммунитет. Это защита от некоторых инфекций, потому что известно, что с молоком матери передаются антитела, которые защищают ребенка первые месяцы жизни от некоторых заболеваний. Поэтому грудное вскармливание не заменит ничто. Даже вот эти вот все рекламируемые? Ну, абсолютно нет. Конечно, они сейчас очень хорошие, они адаптированы, они, естественно, не наносят вреда, и очень удобно. Это все очень легко. Но, тем не менее, нужно еще настраивать себя обязательно на длительное грудное вскармливание. А сколько можно? Да, а то и до полутора лет. Ну, естественно, с прикормами и так далее. Ну, это, конечно, да. Потом педиатр будет рекомендовать определенные прикормы в определенные возрастные периоды ребенка. Но, естественно, вскармливание – это основа. И вообще, конечно, это очень приятно, на самом деле. Все тоже должны это понимать. Хотя приятным это становится с течением времени. Первые полтора, может быть, месяц – это очень тяжелый труд. Потому что нужно за грудью следить, нужно ее сцеживать, нужно не допускать трещин, нужно профилактику маститов проводить. То есть это очень тяжелый труд – грудное вскармливание. Но многие боятся еще потерять форму после родов, после беременности. И не только грудь, но и так далее. Страдает, в общем-то, все тело. Ну, к сожалению, да. Есть такие риски. Да, есть такие риски. Но просто нужно держать себя в руках. И когда получается заниматься также спортом, никакие особые диеты кормящей мамы, конечно, не рекомендуются. Но после того, как женщина прекратила грудное вскармливание, конечно, можно и ограничить себя в употреблении каких-то продуктов. И, соответственно, это у молодой женщины вся форма вернется абсолютно безболезненно. И не нужно прилагать к этому особых усилий. Сейчас я хотела бы… Такой, может быть, не совсем научный вопрос. Но вот по вашему опыту, и как врача, и как специалиста, и как человека, который общается много с молодыми парами, с женщинами, ребёнок, рождённый или беременность, протекающая вместе с партнёром, вместе с любимым человеком, с мужем, ребёнок, рождённый в паре, да, так скажем, у поженившихся мамы и папы и так далее, и девушка, которая забеременела, скажем так, случайно, решила сохранить ребёнка, и, может быть, проходя через… Влияет ли это как-то на здоровье ребёнка? Вот такие, скажем, не физиологические вещи, а настроение, состояние, окружение влияют ли на здоровье ребёнка или нет? Вот сейчас очень много говорят о такой психосоматике. Вот есть ли она в акушерстве гинекологии, учитывается ли она? Учитывается, конечно, конечно, учитывается. Правда, сложно сказать, как с этим бороться именно врачу. Опять-таки же здесь на первое место выходит семья, понимание этой проблемы в семье, отношения с мамой, отношения с папой, поддержка именно на протяжении всех девяти месяцев девушки с семьёй. Но чисто медицинские проблемы, они общепопуляционно решаются, то есть если возникают какие-то осложнения в родах, они как бы по тем же схемам курируются. Здесь сказать, что существует какой-то метод для счастливой в браке мамочки, для такого нет. Всё, в принципе, общепопуляционный, общий клинический протокол одинаковый. Вы мамы сыновей? Да, мы обе. Если бы у вас были дочки или дочка, скажите, пожалуйста, что бы вы ей сказали, когда бы она достигла определённого возраста, ну, скажем, 13-14-15 лет? Ну, наверное, я бы начала с того, что не нравится ли тебе какой-нибудь мальчик? Расскажи, пожалуйста, вот я вижу тебя часто на фотографиях с ним, или вот я видела, вы вчера шли с ним. То есть я хочу сказать, что, наверное, не в лоб надо спрашивать и там сразу говорить, не забудь, а как-то вызвать её на доверительную беседу. Сначала о чём-то хорошем, о каких-то положительных эмоциях. Ведь мы все понимаем, что привязанность, влюблённость – это самые сильные положительные эмоции. Ну и, наверное, потом попытаться с ней поговорить как раз на тему контрацепции, на тему того, что не всегда отношения между молодыми людьми могут протекать по определённому сценарию. Донёс портфель до дома и, соответственно, дальше пошёл своей дорогой. Ну, как-то вот так, наверное. А подкладывать презервативы, как делают некоторые родители? Да, ради бога, да ради бога. Если они понимают друг друга и потом не испытывают дискомфорта в этой ситуации, ни те, кому подложили, ни те, кто подложил, так пожалуйста. Пожалуйста, почему нет? Ну, мы опять возвращаемся к доверительным отношениям, к тому, что от мамы и от папы девушке очень многое зависит, и в том числе здоровье будущего поколения, здоровье наших деток. Спасибо огромное, Елена Сергеевна. Был очень интересный разговор, и я надеюсь, что наши зрители, особенно телезрительницы и радиослушательницы, что-то почерпнули для себя важное новое. Я буду очень рада, и буду очень рада, если наши телезрительницы будут приходить к нам со своими вопросами. Мы всегда открыты и всегда приглашаем всех именно на доверительную тоже беседу. Не бояться рассказывать о своих проблемах. Да, не бояться задавать вопросы интересующие, в этом ничего ни позорного, ни стыдного нет. Мы попытаемся ответить на все вопросы и обязательно помочь. Спасибо огромное. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была врач-акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением номер один университетской клиники «Казань» Елена Куртасанова. Я прощаюсь с вами. С вами была программа «Разговор по чесноку». Я Марина Хакимова-Гацемар. Всего хорошего. «Разговор по чесноку» на радио ЮФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Разговор по чесноку»